Дороги разбиты, люди задыхаются от мусора, дома разваливаются. Коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. По душе только птицам. Жители краевой столицы уже несколько десятилетий просят ответственных лиц привести в порядок дорогу. Совсем неудобно, не подъехать, не остановить, не ходишь, колено, ямами. Погрязли в мусоре жители частного сектора, возмущены несанкционированной свалкой возле домов. Нас считают как третий сорт людей. Нам свалили все вот это вот. Вот сейчас зима будет, не дай бог, пожар или это самое, расчищать никто не будет. Устали бороться за чистоту жители Барнаульского пригорода. Уже 16 лет требуется свалка их, а не местными пейзажами. Проходя мимо этого безобразия, дети гуляют. Я не знаю, какой пример мы подаем будущему поколению. Ведь это делают взрослые, тети, дяди, у которых есть дети, внуки. Жители улицы Малахова с нетерпением ждут зиму. Не потому что любят холод и мороз, а потому что любят ровные дороги. А доступна такая роскошь только зимой, когда разбитая дорога покрывается снежным асфальтом. Только тогда они могут беспрепятственно попасть в свои дворы. Объезжают, но все равно попадают в дорожную ловушку. Во двор дома Малахова 116 пройти и проехать можно, но дорого. С подвесками, колесами, да и обувью придется попрощаться. Совсем неудобно. Не подъехать, не остановить ни где машину. Ходишь только колено ямами. Ты заступаешь часто гравием, да. Идешь и по этому гравию, и обувь портится. А она странно колесами вылетает оттуда. Так что если делать, то сразу асфальт. Чтобы люди ходили нормально, не попадали вы уже и не чувствовали себя дискомфортно. Картина меняется, не меняется? Да не меняется, как была, так и есть. Несколько так. Я вот сколько езжу. Ну уже на год три или так оно, или четыре даже. Так водителю насколько неприятно ездить по таким дорогам? Ну подвеска разбивается. Много денег не уходит на ремонт. Это явно не соответствует никаким ГОСТам эти ямы. Если их измерить, там можно просто подвеску изломать и все. Часто приходится здесь ездить? Вот какие последствия? Почти каждый день. Ну ремонт. Это обязательно. Без этого никак. Ну что делать? По-моему в России это зачастую такое все. Все эти ямы. Разбитая дорога ведет к четырем жилым домам. В 88-й школе, аптеке и индустриальному районному суду. По ней ежедневно ходят сотни человек, включая школьников. Здесь часто езжу. Здесь сына своего забирают в школу. Там дальше, если по дороге к школе ехать, там то же самое примерно происходит. Люди, получается, ходят по этой дороге, она же и для машин. А когда, допустим, много, после дождя лужи, грубо говоря, проезжаешь и невольно получается так, что ты обрызгиваешь людей из этих луж, неприятные людям и нам. Там вот самая большая была, ее заделали. А эти вот, я не знаю. Как давно? Что? Эти ямы. До всю жизнь. Жители неоднократно жаловали свою управляющую компанию, достояние и администрацию города. Недавно в социальных сетях мэрия прокомментировала ситуацию с дырами на дорогах. Выполнить ремонт части внутриквартального проезда, расположенного на неразграниченной территории, в текущем году не представляется возможным в связи с освоением всех объемов работ по текущему ремонту. Вопрос о ремонте разбитого проезда рассмотрят в следующем году. А пока жителям предлагают испытать удачу, приняв участие в муниципальной программе формирования комфортной городской среды. Если повезет, проезд благоустроят оперативнее. Ну а если нет, то по разбитой дороге смогут колесить лишь пернатые. Вот такие мусорные баки с бытовыми и строительными отходами установлены по всему Барнаулу. Но некоторые недобросовестные горожане ими не пользуются и выкидывают мусор прямо на улицу. То ли проверить, все ли в порядке у людей с запахом, то ли просто издеваясь, обрекая людей на жизнь на свалке. И глина, и всякие плиты. Там у нас колодец специально для водоснабжения. Его заварили. Горы строительных и бытовых отходов. В эпицентре свалки жители частного сектора живут и зимой, и летом. Уже второй год подряд. Вот маленький клочочек убрали на улицу Огородную. Там произошел обвал, они туда увозили. И вон там маленечко дорогу расчистили. Все. Больше ничего абсолютно не сделалось. В сентябре этого года мы уже рассказывали о бедах барнаульцев, которые возмущены мусорными завалами под своими окнами. Администрация железнодорожного района еще месяц назад обещала разобраться в проблеме. Организованы работы по установлению лиц, ответственных за складирование строительного мусора на данной территории. А именно, направлено письмо в отдел полиции по железнодорожному району ОМВД России по городу Барнаулу с просьбой установить лиц. Но виновных до сих пор не нашли. Лишь установили табличку о наложении штрафа за складирование мусора. Свалку, к слову, внесли в план по уборке. И на этом все. Юристы призывают обращаться в комитет по дорожному хозяйству и благоустройству города. Они отвечают за территорию общего пользования. В случае, если комитет откажет или не предпримет необходимых действий по ликвидации данной несанкционированной свалки, можно обратиться также в Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру. И данный орган прокуратуры имеет право обратиться как с самостоятельным иском, так и с привлечением обратившихся лиц в качестве материальных истцов в соответствующий суд железнодорожного района. Жителям еще предстоит не один месяц борьбы. А между тем, совсем скоро наступит зима, что их крайне пугает. Нас считают как за третий сорт людей. Нам свалили все вот это вот. Вот сейчас зима будет, не дай бог пожар или это самое. Расчищать никто не будет. Мы расчищаем за свой счет. Завалит ни скорая помощь не проедет, ни пожарная машина. Когда-нибудь то уберут это или нет. Просто уже, знаете, наболело до такой степени, что идешь и как будто мы живем на свалке. Кстати, люди разгребают не только мусорные завалы, но и другие коммунальные проблемы. Написали в администрацию, везде писали, чтобы нам трубы поменяли. Соседи говорят, трубам 41 год. С администрации пришел ответ. Трубы в удовлетворительном состоянии. Вот как последний прорыв был, там уже вваривать некуда. Трубы просто-напросто гнилые. Если, не дай бог, труба порвется, не будет воды, здесь у всех газ. Все выкинули печки, все выкинули печки. Мы все сразу замерзли. У людей денег нет. Здесь в основном живут все пенсионеры. Но все пенсионеры живем. Если он стоит на балансе города, почему мы должны это делать за свой счет? Только за этот год 25 домов без воды оставались дважды. Несмотря на бездействие властей и коммунальных служб, жители все равно надеются, что о них вспомнят. Мусорь утопает не только Барнаул, но и его пригород. Так незаконная свалка образовалась в поселке Власиха. Причем груда хлама скоро отпразднует свое совершеннолетие. Неизвестные уже на протяжении 16 лет складируют во Власихе тонны строительного мусора. Конечно, никто там ковыряться, это убирать не будет. Да, и как его взять? Конечно, я говорю, вот если вы аккуратно в пакет сложите, у вас все заберут тут же. Старая мебель, упаковки от сигарет и прочий бытовой мусор. Лесополосы села Власиха завалены хламом. Местные жители возмущаются. Устали бороться за чистоту. Проходя мимо этого безобразия, дети гуляют. Я не знаю, какой пример мы подаем будущему поколению. Ведь это делают взрослые, тети, дяди, у которых есть дети, внуки. И как они не задумываются о том, что они сами потом ходят, грибы собирают в этих лесополосах. Ну это просто, я не знаю, как тут можно ходить спокойно и видеть вот это вот чудо людской наглости и бессовестности. Но это далеко не единственное место для выброса мусора. Когда-то здесь была воинская часть. Теперь несанкционированная свалка. По словам жителей Октябрьского микрорайона, строительный и бытовой мусор сваливают на территории уже на протяжении 16 лет. Все это время власти на жалобы людей не реагировали, но они не перестают стучаться во все инстанции. Два дня назад обратилась к нам женщина и сказала, что на бывшей воинской части полигона локатора несанкционированная свалка. Мы решили проверить, правда это или нет. И вот два дня назад мы приехали, вот мы видим, что это одно из мест, там еще дальше будет. И после вот мы разместили в соцсетях ролики об этой мусорной, об свалке вот этой несанкционированной. Огласка в соцсетях помогла. Местная власть все же обратила внимание на проблему. Этим летом перекопали проезд на территорию и начали проводить рейды, чтобы поймать нарушителей. Однако такие меры оказались бесполезными. Свалка продолжает разрастаться, а организаторов беспорядка так и не нашли. Непонятно кем организовано, скорее всего никем. Просто раньше на месте стояла воинская часть, старые локаторы. Большие рвы, большие ямы, где высыпают различный мусор. Кто высыпает? Ну, скорее всего, недобросовестные граждане и, скорее всего, недобросовестные подречки, которые должны были вывозить этот мусор. Только благодаря общественному резонансу на территории с горами мусора началась работа. Почему свалку не устранили раньше, нам пояснил глава села. Мы ждали 15-е число, потому что с 15-го числа у нас начинается бесплатный прием на городском полигоне бытового мусора. То есть вчера у меня уже трактор там работал. Был подбор, так сказать, комплектовка этого мусора. То есть в куче сгребли мы все, ну а сегодня техника уже вывозит. То есть в течение недели по максимуму мы попытаемся ее вывезти. Ну и дальше также будем ограничивать доступ, рейды проводить. Помочь ликвидировать мусор вызвались застройщики домов на улице десантников. Однако, по словам рабочих, они договорились только на 15 машин, чего для таких масштабов явно недостаточно. К слову, обещанный результат ликвидации свалки жители смогут оценить уже к концу следующей недели. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа Коммунальный патруль. До встречи!